Жизнь в сердце Внутри этого находятся Но все-таки попробуем Давайте разобраться Я сначала зачитаю комментарии Андрей, день добрый Отец Андроник, не могли бы вы осветить тему Как принести внимание в сердце А не держать его в голове Не могли бы объяснить в вашем понимании момент переключения Свой опыт, долго концентрируясь Порой возникает обратный эффект Рассеивание, нервозность, потеря концентрации Ирина Тоже интересует вопрос Озвученный в последнем видео Как жить духовной жизнью с сердцем, а не только умом Анализируя все свои поступки и мысли Потому что очень переутомляюсь умом Вся деятельность умственная Это избыточное обдумывание Просто вообще теряю способность Концентрироваться на чем-либо Еще у меня такое искушение ума Наверное, тщеславие Постоянно ум ищет неосознанно Чтобы мне такое сделать То есть предпринять внешние действия Для спасения Как будто делом можно заработать баллы для спасения Я знаю, что это не так Но это прям искушение Крутится в мозгу Что бы такое сделать И тоже это какое-то неправильное направление ума И бесплодное пережевывание каких-то дел Для галочки Я очень благодарен Ирина, да, именно так У меня вот все, что вы описали Вот эти два сообщения Я прямо годами в этом сидел Признаюсь вам Вот То, что вы говорите Вот это вот внутренний постоянный позыв Постоянный позыв Чтобы сделать такое Чтобы сделать Это прям вот явное проявление самости Есть такая страсть Самость У отцов очень много об этом написано Вот Я долго с ней бился Сначала не мог понять, что это такое Потом мне отец Сергий Вот в схемонах Пустыня к Наваламе Он объяснил проявление этой действия И дал почитать отцов По этой страсти Вот И как бы Как только я понял Вот как только ум идентифицировал это действие Она сразу уменьшилась очень сильно Но не исчезла И исчезла потом Сейчас расскажу Да У тебя с ним очевидна сердечная связь И Вот Так вот Промысел Божий Рассудил Что Духовник ушел Как тебе кажется Раньше Чем ты созрел Для того Чтобы жить самостоятельно Просто предавайся воле Божьей Благодари Бога за все Те, кто говорят Не меняй Они, видимо, не понимают Что говорят Ты совершенно У тебя очень четкое понимание Правильное понимание Что Как мы все во Христе Просто Господь на твоем пути По своему промыслу Вот В этот отрезок Послал этого человека И во Христе Ты с ним соединился Эта связь Не разрушится никогда Просто пока временно Телом Вы Отделены Друг от друга Придет время И эта преграда Разрушится Можно ли предположить Что получив Эпитимию Мы отрабатываем За грех на земле И на суде Спроса не будет Получают ли Священники И монахи Эпитимию Как придумали Эпитимию Много вопросов Почему в Священном Писании За нее ничего Не написано Может ли Неправильное Наложение Эпитимии Отвернуть Человека От церкви В чем смысл Ты неправильно Понимаешь Эпитимию Как индульгенцию То есть Мы отработали За грех Что-то Откупились Откупились Все Господи С нас больше Ничего не спрашивают Мы отработали Как эти наемники Которые за плату Трудятся Нет Вовсе нет Там смысл Эпитимии Совсем в другом Заключается Здесь Глубокое понимание Духовных законов И явлений И вот этого Устроения Души человека Понимаете Так как грех Всегда Совершается Ради наслаждения И это Греховное Наслаждение Раслевает сердце Просто разбивает Его в дребезги Особенно блудная Страсть И убийство Вот убийство Страшный грех Когда человек Убивает Другого человека Он по сути Убивает Сам себя Вот Это страсть Гнева Которая Из гордыни Происходит И блуд То есть Все вот Телесные грехи Объедение Пьянство Вот это все Оттуда То есть По сути Как бы У нас грехи Дух природ У нас существует Это умозрительная Гордыня Из нее все остальное Проистекающее И плоское Вот Так вот Грех всегда Совершается Ради наслаждения А эпитемия Она как лекарство Горькое Она как раз Наоборот Противоположно Действует Наслаждению Причиняя нам Ну в какой-то Степени Страдания Потому что Эпитемия Это всегда Ограничение Ограничение Это страдание Для нас Вот Понимаете Эпитемия Это не индульгенция Это не Выплата Какого-то долга Это лекарство Которое Исцеляет сердце И вот здесь дальше Мы переходим К самому сложному вопросу Может ли неправильно Наложенная эпитемия Повредить человеку Да может И я лично Был свидетелем Много раз такого Когда духовник По профнепригодности Просто причинял Страшный вред Своими Эпитемиями Которые раздавал Без Вообще Без смысла И толку Ничего не понимая В этом Людям Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok